Здравствуйте! В конце 19 века нужно было решать очень важную проблему Увеличение скорострельности оружия Появилось оружие, заряжаемое из казны, казнозарядное оружие Патроны появились, как здорово, быстро можно было перезаряжать Магазинные винтовки Ну вот сделать бы стрельбу автоматически, но как? Чтобы много выпускать пуль по противнику Кстати говоря, очень важно, что появилось к тому времени еще бездымный порох Дымный порох засоряет ствол, засоряет автоматику Стрелять дымным порохом из самозарядного или автоматического оружия Ну, крайне нерационально Более того, ну выстрелил в клуб дыма Второй раз еще гуще дым И все, ты уже ничего не видишь Куда стрелять-то в клуб дыма? Куда попало? Смысла нет Вот такие вот дела Так вот, появилось две вещи Казнозарядное оружие и бездымный порох Как заставить стрелять быстро и много? Ну, первое было такое, так сказать, картечница Много-много стволов рядом И пуляем, бум-бум Ну, типа, двухствольное ружье, знаете, да? А, так сказать, трехствольное слышали? А четырехствольное тоже слышали? А вот там стоствольное Это называется, так сказать, картечница Много-много стволов Так вот, Гатлинг придумал картечницу Гатлинга Это было очень здорово Вращаете, вот это на картинке, кстати, картечница Гатлинга Сзади у него ручка, вращаете ручку и стволы поворачиваются Для каждого ствола механика вот этого изделия производит какое-то действие Извлекает стрелянную гильзу из ствола, вставляет, загоняет новую, досылает ее Производит выстрел и так далее Бум-бум-бум-бум-бум, вот пулемет Гатлинга Ну все это было здорово, но как-то вот не то, что хочется, а хотелось пулемета И вот первый пулемет, вот он, пулемет Максим Первый настоящий пулемет, который остался в памяти людей Пулемет Максима, он был американец, но как-то в Америке его изобретение никому было не нужно Он эмигрировал в Великобританию и там развернулся Пулемет Максим встал на вооружение всех армий мира ведущих, по крайней мере Этот пулемет Максим был воспет Ридьяльдом Киплингом в его стихах На любой ваш вопрос у нас один ответ У нас есть пулемет, а у вас его нет Такая вот романтика британского колониализма А как же решил все эти проблемы Максим? А он вот как решил Понимаете, в чем проблема? Происходит выстрел, пуля вылетает Нужно экстрагировать гильзу За счет чего? Ну, за счет энергии отдачи Но как? До этого уже были пистолеты, которые называли автоматическим или самозарядным, если правильно называть И устроены были так Происходит выстрел, пуля движется по каналу ствола И газы начинают выталкивать гильзу из канала ствола Гильза удерживается пружиной и тяжеленным затвором Ну, пистолет Макару видели? Вот затвор какой-то тяжело как бы заводить Вот поэтому И донышко гильзы сделано очень толстым Вот это вот смысл такой Пока пуля в канале ствола Пока там большое давление Донышко гильзы держит это давление Да, вот так подобрано Это называется автоматика со свободным затвором А тут как быть? Нужно, чтобы движение назад началось Но чтобы гильза оставалась в затворе Там давление не те Это же пулемет Это же винтовочный патрон Это не пухолка ваша какая-нибудь Браунинг какой-нибудь дамский Серьезная вещь Как быть? И вот, значит, движется назад сам ствол Вместе с затвором Вместе с патроном Который находится в патроннике Движется, 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 движется Пуля покинула ствол И в это время происходит остановка ствола А затвор по инерции отходит назад И дальше происходит автоматика Извлекается гильза Кстати говоря, этот пулемет Можно свободно купить у нас в магазине Ну, свободно, это, конечно, относительно свободно Имея разрешение на охотничье оружие И вообще он называется КО там какой-то номер КО это карабин охотничий Ну вот как это понимать, что вот На таком вот танке карабин охотничий Кстати, вот это вариант наш, российского пулемета Первый вариант пулемета британский Он имел такой станок, собственно, не станок, а лафет Как орудийный, да? Очень было им, им артиллерия только могла пользоваться Вроде как А вот этот вот, видите, такой вот изящный Маленький станочек на колесиках Со складов их продают Вот, ну, все желающие могут купить Если имеют разрешение на приобретение Нарезного оружия Вперед, магазины! Удачи вам всегда!